свиной желудок нельзя готовить его я бы хотел с удовольствием одеть на голову но он слишком мокрый потому что он настолько вкусный что вы просто вместе с пальчиками это все проглотите рецепт этого блюда я придумал сам я сюда вложил всю свою фантазию всю свою любовь и страсть как я умею это все выдумывать и готовить поэтому я знаю что будет обалденно вкусно привет друзья привет мои дорогие подписчики сегодня я готовлю свиной желудок вот такой смешной свиной желудок мне передали наташа и олег он из хорошей домашней свинки и вся фишка в том что это не корова здесь нет никаких плюрочек которые нужно снимать он классный он пахнет знаете чем он пахнет настоящим ферментом сычужным которые используют для производства сыра он даже вот такой еще немножко слизкий я солька его потер и сколько мог слизи с него с него очистил а так но такой прекрасный это внутренняя часть самого желудка а это наружная вот здесь есть такая тонкая тонкая пленочка я обычно эту пленку со всех частей снимаю но здесь она так туго снимается что я решил ее оставить потому что она снимается вместе с желудком и желудок мне сегодня будет обалденнейший он мне будет фарширован вот такими классными свинскими языками и конечно же свинскими сердечками языки сырые я с них снял пленку на одном языке она снималась очень легко даже на холодном я просто потёр и она снялась на втором было посложнее я их обдал два раза кипяточком и все это ножичком пошкряпал поэтому я языки даже не варил все сырое вот эти штучки не знаю как они называются я их тоже оставлю потому что они приготовятся и будут вкусными а сердечек я как всегда снимаю тут очень тонкую белую пленочку и вырезаю вот здесь такие как связочки клапанов это все жесткое я вырезал а все остальное осталось и конечно же немножко сырой замоченной гречки сейчас я меленько меленько режу язычок и сердечки и конечно же сало без шпурки язычок сердечко и сало я уже порезал из приправ я использую маленький кусочек мускатного ореха можжевельник душистый перец зеленый и черный перец в таком же количестве как я насыпал и майоран я совершенно забыл за лавровый лист он очень важен я попробую его измельчить в ступке вместе со стальными пряностями начинка для желудка здесь 1 и 7 килограмм я уже очень давно увидел из практических опытов что лучше всего брать один процент от любой начинки это или котлеты тефтельки или просто фаш один процент не полтора этим более не два чесночок и гречка гречка возьмет в себя тот сок который будет выделяться при приготовлении языка сердечек и желудка да еще сочность и конечно же некоторые вкус и аромат а вот здесь эти пряности пахнет обалденно этот рецепт я делаю первый раз в жизни да 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 уже выпить хочется так опять борюсь с желанием одеть волшебный желудок на голову вот эта внутренняя сторона именно в нее я и буду фаршировать потому что я хочу чтобы этот волшебный аромат да именно восхитительный аромат свиного желудка он пахнет обалденно я хочу чтобы он передался и самой начинке и еще один важный момент я беру две морковки целенькие и прячу их вот туда вовнутрь большая иголка и обычная хлопчатобумажная нить я начал зашивать желудок и понял что я забыл добавить немножко водички я всегда говорю своих видео я использую только бульон в этот раз бульон у меня закончился и если бы он был я бы с удовольствием добавился до бульона очень вкусного и хорошего вот такой классный желудочек получился у свинки я его смазываю обычным растительным маслом и я его буду готовить при температуре 100 градусов в духовке и этот режим позволяет вот эти слишком волокнистые части мускулов животного сделать очень мягкими такими что мы будем их кушать и радоваться но если этот желудочек я положу в духовку и ничем не накрою он будет просто при температуре сохнуть у него шкурка будет дубить и никак она не будет размягчаться поэтому самое важное теперь взять и накрыть это все фольгой посудинка тяжелая здесь вместе с желудком вес идет два с половиной килограмма и вместе с морковкой поэтому ориентировочно только полтора часа при температуре 100 градусов все это будет нагреваться до температуры приготовления и уже через полтора часа я начну считать сколько готовится желудок будет готовится я думаю не меньше трех часов по температуре 100 градусов то есть полтора плюс три четыре с половиной часа чтобы быстрее нагрелась я сначала сковороду она стол с ним поставлена огонь и она быстренько нагреется это не просто вкуснятина это объедение а здесь самогон из овса или овсяный дистиллят и желудок супер классный самогончик вот эта часть которая была внизу вообще мягкая мягкая а вкус у него бомбейский но вкуснее даже чем язык супер сама текстура будто бы настоящая свирное мясо вкусное из вырезки аромат я променяю всю начинку на именно на этот желудок мягенький посмотрите его приготовил первый раз жизни по своему собственному рецепту он действительно великолепный бомбейский обалденный вкуснее чем любой шашлык друзья пишите комментарии что вы думаете по этому рецепту ставьте лайки вот такие огромные жирные лайки подписывайтесь пожалуйста на мой канал ссылочка вот здесь внизу вот здесь рядышком есть колокольчик нажимайте на колокольчик и вы будете всегда в курсе всех новых видео на моем канале и помните кухня это самое спокойное место